Вот мы подходим к новому региону. Татьяна тут меня веселит, говорит, два постоя в одну посуду. Батюшка старого эра. Экспозиция Полтавщина, да, Слобожанщина. Полтавщина, понимаю, где Слобожанщина. Разберемся, посмотрим. А, это Луганский регион. Луганск, Слобожанщина, буду знать. Пойдем посмотрим их хаты. Хотя, честно говоря, я смотрю особо, я не знаю, там, может, они как-то улавливают вот эти интонации. Там, не знаю, Черкасская область. От Херсонской. Там, может, где-то штришок какой-то там свой. У меня такое чувство, что, ну, в общем-то, они похожи. В общем, что-то есть общее. Ну, во-первых, соломины. Ну, здесь рубероидом покрытые тоже, ну, сейчас, видно, защищают. Соломиные крыши. Деревянные избы. Сверху там они чем-то покрыты соломой или дранкой какой-то. Или поштукатурены извездкой. Чтобы белые были. Вот, то есть, как бы, принципы строительства, да, одинаковые все равно. Ну, посмотрим, в чем. Все равно интересно. Если вы помните, я же из Эстонии приехал. У нас точно таких хад нет. И не знаю, попаду ли я когда-нибудь в Украину еще. Хотелось бы. Если честно, я своих творческих, ну, у меня творческие планы, вообще, здесь весь мир. Но у меня ни времени, ни возможности, к сожалению, нет. И, сами понимаете, жизнь тоже не вечная. Вот. Ну, во Львов обязательно съездил бы. В Одессу бы, если была возможность. Ну, еще в какой-нибудь региончик Украины. С удовольствием бы заехал. Ну, посмотрим. Хата Полтавская область. Хата 19 век. Тоже все закрыто. Ну, вот, допустим, вот такой вот двор. Здесь жила семья. Детей 7-8, как всегда. А? Откройте, пожалуйста. Да, посмотрим. У вас, наверное, многое закрыто, потому что не сезон сейчас, да? По погоде, где-то, наверное, нехватит. А, а то я так подумал, что летом у вас, но приезжают. Посмотрим. Вот. Ну что, красиво, аккуратно. Как всегда, печь. Кровать. Стол. Женский тут принадлежит все эти. Станок. Как называется там? Прялка, да? Нет, не прялка. Ну, нити делает. Шерсти. Красиво, аккуратно. А это что за столик? Здесь кошки сидели, да? Что? Вот этот столик. Для чего? Это... Здесь жила знахарка, она лечила с рабами. А. И посетителей она принимала в АЗИ. А, понятно, понятно, понятно. И эти стульчики, называются ослинчики, они как для псоросовых, так и для детей. Потому что человек прошлого был ниже и меньше современного человека. Нашли только такие сушенчики. Не, ну, понятно, хорошо очень. Ну, понятно, видно, что трава сушеная тут. Да. Все как... Теперь все стало ясно. Ну, хорошо, большое спасибо. Пожалуйста. Идем дальше. Между прочим, когда объясняют, потому что приходится самому что-то задумывать, и не всегда это правильно. А, вот он. Ну, кстати, журавлём ни у кого не удивишь, потому что я в России много журавлей вьёл. И... 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 Вот он. Опускается, там противовес, чисто работает механика, и как бы... Немного усилий приходится применить, применять для того, чтобы опустить. Вот этот вот крюк вниз. Ну, зато противовес мы потом... Силы природы, скажем так, поднимают ядро наверх. Не надо тянуть. Все закрывают хату. А, ну, я, наверное, включена была. Она сказала, что погода сейчас не очень хорошая, поэтому посетителей и немного. Ну, а когда хорошая погода? Погода хорошая летом. Здесь всё-таки в Киеве. Летом, наверное, жарко. Хорошо. Сейчас пойдём посмотрим, что здесь. Тоже Полтавщина. Тут тоже всё закрыто. Не, ну, если тут женщины эти, служащие есть. Тоже Полтавская область. Хата 19 век. Просто я не буду, конечно, выискать, кто мне откроет тут... Двери. Ну, так вот, в общем, атмосфера. Вот деревенский домик. Здесь жила семья. Там... Кумора. Что, это склад, наверное, да? Кумора. Вот, какие-то для животных здания. Там свинарник. Здание, помещение для птицы. Здесь, типа, по-нашему, можно сказать, гараж. Хоз постройки. Инвентарь хранился. Да, это погреб, кстати. Погреб, погреб, правильно Татьяна сказала. Телега. Колодец. Ну, короче, всё есть. А мы лезья. А баня, наверное, вот там. Вот топилась по-чёрному. Вот там вдали. Сейчас чуть-чуть подойду, чтобы было видно. То есть, такой классический вариант. Если бы я жил в 19 веке. И любил строить. Я бы, наверное, построил точно так же. Учитывая. Те же условия, скажем так. Вот. Или это погреб. Назовала там баня. А это уже соседи. Сюда независливо. Ну, скажем так. Это же всё перевезено от кого-то. Ну, допустим, вот так вот. Соседи тут же зависливо заглядывали, смотрели. Как же, что же у него там. Не дай бог у него там. Дальше хозяйство. Это хлеб. А почему они отгорожены друг от друга? Вот. Иди сюда, вот там кайф. Вот. Ну, тоже у меня эксперт. По сельскому хозяйству. Это всё тут ухожащие. Здесь идёт хлеб. А, ну, тогда да. Не, ну, я вообще тогда... Зачем я тут что-то рассказываю? У меня экскурсовод есть. А это кому-то гоняете. Вот. Вот это хлеб, да. А тут какие-то тоже. Нет, это сеновал. Сено здесь хранится. Да. Тогда, да, да, да. Тогда всё встаёт на свои места. Тогда всё, что нужно, имеется. Жить можно неплохо. И всегда, ну, вообще считалось, что на Украине, особенно на Южной Украине, такие хлебные, хлеборобные места всегда жили побогаче, чем там в каком-то нечерноземье в России. А комора это разве ебанья? Откуда я знаю? Я что, знаток? Вон пусть. Внизу. Нет, не дизлайки ставьте. Внизу в комментариях напишите, что такое комора. Начало 20 века. Кумора. Я, конечно, могу сейчас гугл-переводчики найти. Посмотрю, может быть, найду. Я вам фарш-стрим, а зоминайка. А, да. 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 А скажите, где здесь злая вообще была? Где мылись люди? А где мылись люди? У кадушек. Да? А что такое комора, я не понимаю. Ну, как вам сказать? Сарантика. А, вот. Вот так и скажите. А то я думаю. Кому-комора. Думаю, как вам сказать, чтобы вы сразумели. Ноги вытри. Уже поздно. Ну, что, уже поздно. Лучше поздно, чем никогда. Мало места. Нет, ну нормально. Почему? Кстати, классический вариант. Вот, печь, лавки, стол. Детское это приспособление. Икона. Конечно, когда заходишь, сразу икона. Чистая классика жанра. Очень красиво. Очень аккуратно. Вот здесь темно. Не видно. Ну, это типа такая кладовая. Здесь вон горшки, продукты хранения. Всякие. И все, пойдем дальше. Кстати, видно, вот это все богатое хозяйство. Потому что у них много что есть. Вот. Пришли мы тут в другое хозяйство. Кстати, тоже я какую-то новость узнал. Если на Руси, ну, в России, скажем так, обязательно дом, рядом была баня. Это как святое. Это даже иной раз бани строили раньше, чем дома. Потому что там в банях, кроме мытья, там и другие какие-то действия производились. То есть, это целая, целая, целая история бани. Тут вот я выяснил, что бань-то вообще нет. Вот это бани или это бани. Это не бани вообще. Там погреба, да, сараи, да, склады всякие. Мылись в кадушках. Ну, а что, на улице тепло. Воды слегка подогрел, вынес, помылись, поплескались. Все нормально. Вот такие вот мазанки. Они сами вот здесь очень хорошо видно. Это специально оставлено. Вот основа такая деревянная. Из дерева сделано. Потом оно, вот я не знаю, это надо у специалистов спрашивать. Или глина. Вот. Покрывали глиной, там на основе, я не знаю, чтобы она сцеплялась соломой. Бивали там глиной, покрывали. И потом известковым раствором вымазывали. Чтобы было белое. Красиво. Ну, еще там какие-то практические соображения. В Украине все-таки солнце светит яркое. Чтоб не жарко было. Кондиционеров-то не волны. Белая краска отражает свет. Сейчас у меня карта памяти закончится. Наснималась у меня, да. От души на час двадцать. И мне придется поменять. Но там карта памяти пониже скорость. Я не знаю, как-то на качестве, может быть, отразится. Может быть, не отразится. Не, ну, колоритные места, конечно, да. Интересно. Пойдем посмотрим. Ну вот, пришли. А? Я не знаю. А может быть, и живут. Я вот, честно говоря, никогда. Я ж не знаю, как. Опять же, украинские друзья, братья. Может быть, кто-то хоть из этого заходит на мой канал. Так скажите. Сейчас на украинском селе есть такие дома? Или уже в современной какие-то постройке? Не знаю, там панельник или каких-то. Я не знаю. Каменные там дома. Трудно сказать. Ну, для меня трудно. Я не знаю. Просто Татьяна говорит, что вот здесь вот живут. Нет. Просто занавески есть. А может быть, просто повешены. Сейчас пойдем посмотрим. Скорее всего, там замок висит. Нас не пустят. А вдруг это чужой дом? Мы приходим. Дом, конечно, да, уже все. Нижние брусья пропадали. Да и верхние не лучше. Я даже не удивлюсь. О, хата. 19 век. Луганинская область. Да, чуть-чуть в стиле другой. Но я не удивлюсь, если сейчас где-то в челах еще в таких домах живут. Хотя, не знаю. Нетрудно сказать. Мне так хотелось бы. Четыре кей. Ну, короче, поменял карту памяти. Там, говорю, скорые записи. Там должно быть минимум 100 мегабит в секунду. У меня 60. И пришлось немножко настройках там покрутить. Ладно, все это лирика. Это все мои дела. К вам это никакого отношения не имеет. Вы должны только смотреть, не отвлекаться. Не замечать такие тяготы, невзгодно. С моей стороны. Продолжаем поход. Столетний. Ну, скажем так, они, грубо говоря, 100-130-140 лет назад построены. У нас, кстати, в уступ... А, такое, как лирическое отступление. Мы были в Великом Новгороде. Там тоже в России, естественно. Там тоже музей Витаславлицы есть. Где со всего северо-западного региона старые хаты, старые избы, старые дома, церкви. Тоже собраны в одном месте. Очень интересно, очень колоритно. Там даже церкви еще во времена Ивана Грозного построены и есть. Ну, как бы они сохранены. Естественно, что-то какие-то бревна, они деревянные, бревна поменены. Вот. Ну, сейчас речь не об этом. Тут, как бы, находясь в Киеве, в Великом Новгороде не говорят. Есть такая традиция. Мне просто интересно, опять же, если кто-то из зрителей, меня они не смотрят, конечно, миллионы, у меня нет столько ни подписчиков, ни зрителей, но если кто-то где-то был, вот очередной журавль, кто-то где-то был, может быть, какие-то вот такие музеи под открытым небом, где собрана местная, ну, в основном сельская архитектура, имеется. Вот у нас в Эстонии, к сожалению, нет. Подсказывайте. Я вот чисто для себя даже с удовольствием съезжу, мне это очень интересно, как бы проникаешь этим духом. Я всегда вот как-то вот где-то нахожусь, пытаюсь вот влиться, вот как это, как будто вот как я сразу использую терминатор жидким вливал, вот как бы влиться в эту атмосферу, в обстановку, вот представляю перед собой людей там в национальных или в каких-то там одеждах. тех времен там, ну, со своими там какими-то мыслями, проблемами, опять же, там 19 века, что их там тревожило, мучило и радовало, я не знаю. Вот, и мне это интересно. Пойдем дальше. Вот, выбрались мы на поверхность, мы где-то там внизу были, вот, вот, то, что вы видели до этого, это было внизу, а сейчас поднялись наверх, тут какой-то, заплетали стены заплетенные. Что за хата? Сейчас посмотрим. Да. Короче, вот этот аларм работает. Короче, вышли мы тут в поле церкви этих, церковь стоит и мельница, и мельница по конструкции, вот, заметьте, все разные, ни одной одинаковой нету. Вот, пойдем посмотрим, что от чего, что откуда, потому что это последнее место, куда мы пойдем, пойдем на выход, уже, кстати, вон солнце низко, и нам еще в одно место нужно ехать. Тоже мероприятие намечено. Так, теперь я, теперь я понимаю, что ты меня снимаешь, снимай, вот, там мельницу, почему называли, что-то из Бабы-Яги. Да. Такая, не знаю, из шпала, из бруссер, сделана конструкция для того, чтобы мельница была повыше, значит, мельница лежит, если мельница. Ну, давай, попробуй туда залезть. Ну как? Нормально. А я теперь понимаю, я сразу понял фильм «Морожка», где баба-яга, тоже вот такая конструкция внизу, там лапы были Как вот это, знаете, пропеллера, не было, оно здесь жило Здесь хорошо, далеко видно Ты на меня направь, что ты там снимаешь? Нет, на меня Нет, она в сторону, ты смотри, куда она направит Татьяна, ты что, совсем не соображаешь? Ну не туда Вот, привет всем С Татьяной оператором фиговой, руки кривые Да и голова не на том месте, все-таки надо Я сейчас чувствую себя бабой-яга и стиль Морожка Мне придется все сначала записывать, потому что там было, не знаю, что-то Вот, в этой избушке под хвостом снимал, вот, кстати, хвост Хвост Хорошо тут А вот Александр Да, Николаевич Выпили мы горилку, согрелись У нас это, как открылось второе дыхание, пойдем сейчас еще кое-какие Избы, церковь, вон, мельницы сейчас все посмотрим Ну вот эта церковь, на трибуне которой я там Блин, церковь, совсем у меня все в голове перепуталось Мельница, на трибуне которой я выступал, вот с той стороны Вещал через зад церкви Мне это все сделать надо будет Через зад мельницы Вот как, издалека и смотреть, как избушка на курьих ножках Я почему-то просто, мы сейчас с Татьяной говорили, пойдем в церковь снимем У меня церковь, 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 там 15 раз про церковь сказали Ну и что, самое главное, хорошее настроение, самое главное, позитив какой-то Потому что, раз, два, три, четыре мельницы рядом Все разные, все разные конструкции практически Все с разных регионов Может быть пару покажу Потому что, в принципе, как бы, функционал у них один Это делать муку из зерна То есть, внутри, уверен, 100% все одинаковое Хотя, внутри мы нигде не попадем, потому что везде Да и, в принципе, стоят просто, особо там выбора никакого не должно быть Потому что принцип работы этих ветряных мельниц, он одинаковый Ревненская область, Ровненская область Это уже западная часть, скажем так, Украины 1948 год А я не знал, что в советское время строили такие Ладно, пойдем Так, ну, опять у меня второй аккумулятор уже подсаживается Скоро, наверное, закончится Вот второй ветряк Зерная церковь, ой, мельница 1911 год Постарше будет, чем та предыдущая Это Сумская область Тоже, скажем так, западная область Украины Здесь чуть-чуть конструкция другая Ну, вот еще две Я туда не пойду На них, наверное, лучше посмотреть со стороны Вот Принципы работы все одинаковые Но, может быть, чуть-чуть архитектура отличается Гораздо интереснее здесь церковь Пойдем посмотрим Судя по доскам, этого пилы еще не поселили Она построена совсем недавно Будем смотреть, что это такое Ну, вот, очередной раз заменил я аккумулятор Действительно, садился, наверное, из-за холода Что-то мало держит Обычно на час записи хватает Тут за час двадцать Два раза поменил Ну, ладно, это все лирика Подошел поближе к этой церкви Все-таки эта церковь старая Но вот эта вот отделка фасада Доски обновлены, да, видимо, старые Ну, я смотрю, вот этот обрез фундамента Тоже какой-то современный материал Кирпич То есть смотрится она уже не по-старинному Но, ну, вот, как есть, так есть Будем считать, что в момент строительства Там, в каком-нибудь, там, восемнадцатом веке Она выглядела вот именно так Хотя мне это не очень нравится Вернее, церковь-то нравится Вообще сама Сам проект такой интересный Ну, Когда полностью все меняется Уже, как бы Я еще раз говорю про энергетику Энергетика вот в предметах сохраняется То есть в этих досках В камнях В материале Все новое Тут, ну Если заходишь в церковь Тебе говорят, что ей уже двести лет Пахнет свежеструганной древесиной Ну, наверное, ты Какой-то подвох Ощущаешь Да, просторно такие Хорошие, просторно Хорошо Я, в принципе, наверное Я не знаю еще Через месяц и пройдем Потому что больше Ну, тут еще какой-то круг есть Тут восьмерка Мы, наверное, туда не пойдем Потому что мы и так уже Третий час пошел И сейчас темнее Скоро начнет В принципе Я понял И вы, наверное, поняли Что это такое Летом Если будете в Киеве Обязательно приезжайте Наверное, будет вам интересно Ну, вот Пришли мы еще Какой-то один регион Но мимо не пройти В Карпаты Мы не пошли Испугал у нас Что там Очень крутой Длинный спуск Соответственно Потом будет Крутой Длинный подъем Мы что-то уже Слегка притомились Пойдем в хату Пойдем посмотрим Ну, пойдем Да В хаты надо смотреть Понятно Девушка ремонтирует хату А здесь провалится в колодец Хорошая развлекуха Зато местная Ребенка на колодец поставить А здесь и доски старые Слегка подгнившие О, кстати Что-то тут такое Изысканное А что это за материал такой Ну да, как всегда Реставрационные работы Сюда нельзя Да Ну, все равно Какой-то материал такой интересный Все сделано для того Чтобы красиво было Здесь вот Но здесь работ нет Кстати, пойдем в церковь посмотрим Для чего? Это для кротов Да Чтобы кротов не было Я знаю Ветер дует Она крутится Там шум идет в землю Вот Такие конструкции И кроты боятся Вот Знакомая тема Если кто-то первый раз видит Возьмите на заметку Металлический штырь Арматурин какой-нибудь Забивайте в землю Делайте дырку Вот такие лопасти вырезаете Она крутится И кроты в ужасе В ужасе покидает Территория А, тут тоже закрыто А, кстати, что за регион-то? Да Ничего не видно К сожалению Ну, пойдем дальше Посмотрим Пойдем здесь посмотрим Там было все закрыто Я не понимаю В каком регионе Украины Я сейчас нахожусь Вот Мне надо узнать все Это опять Это Камора Сарай На этом верстаке на завтра Мне не написано А, кстати Я этих Кабинетов не видел В.Ц Интересно Куда они справляли нужду? За Огуб? Не знаю Есть что? Вот там вот Винницкая область О! Ну, тоже Это уже по западнее Киева будет Ну, и Зантем еще раз тут Винницкая область Ну, в принципе, я говорю Да, охвачена Практически Вся территория Украины А большой разница-то Ну Уже мох начал расти Но это красиво Да Правда, вполне разрушено Я имею в виду Основание Архитектура Та же самая Ну, кстати, вот Обратите внимание Заброшу Да Камни Вызачены Чтоб не говорить Что это на Украине Только так Потому что взять Вот Венгрии Были Словакии Они Ну, как бы Там украинские Ну, местные нацеления Не украинские Там тоже самое Такие Типа мазанка Там какие-то Вот Даже сейчас живут Ну, по-современней Конечно Там же окна вставлены Вот Ну, если где-то В сельском местности Едешь Иногда попадаются То есть, как бы Архитектурный стиль В то время был Ну Соответствовал Местным условиям То есть В зависимости от местных условий То, что было Там какой материал Из того и делали Вот отсюда Очень хорошо видно Вот бревенчатый дом Ну, как на Руси Вот эти Срубы строили Ставили Бревенчатый дом Ну, покрывали Известкой Вот Назвы Сказать Тамнопольская область 1817 год Церк Типовая Для Восточного Подилья Подолья Короче Западного Подолья Западного Подолья Культовое Здание Вот Хорошо Сохранившееся Кстати Деревянное Здание Написано Культовое Характерное Для Западного Подолья Водили Винницкая Область Ну, действительно Если это Оригинал То Достаточно Хорошо Сохранилось Ну, вот Молиться Не все же Софийские Соборы Храмы Храмы Какие-то Белокаменные Там Исааки Соборы Куда Обычно Привыкли Ходить Ну, скажем Так По крайней мере Туриста Вот Деревянные Церкви Я помню Что это Часто У меня Скорее Да, наверное Сейчас я покажу Вот люди Уполняли Свои духовные Потребности Вот этих Как бы Молились Связь С Всевышним Происходила В таких Церквях Я думаю Река Какая-то Это просто Прот Крест Старинный Откуда-то Привезенный Вот это Видимо Дача Часовня Потому что Сверху Тоже Крест Тоже Откуда-то Вывезено Я не знаю Есть там Надписка Какая-то Нету Да Ну Есть тут К сожалению Реставрировать Надо Не на сооружение Реставрировать Надо табличку На которой Ничего Не видно Ну Будем считать Что это Часовенька И даже Не удивлюсь Если там Вот Наверху Маленькая Звонница Была Так Ладно Пойдем Дальше Ну Слим Типа На выход Но Шел я Мимо Такого Домика Но Не мог Пройти Мимо Над окном И такая Веселая Живопись Ну Все Я понимаю Довольство Стоят Какая-нибудь Деревня Десятки Домов Но Надо Как-то Ну Чтоб Один Выглядел Так Другой Так Индивидуальность Какая-то Была Ну Вот Нарисовали Такой Рисунок Веселый Какой-то Запоминающийся Вот Особенно Для тех Кто В этих Краях Не был Ну Что-то Такое Необычное И Вообще У меня Такое Чувство Как будто Я в Украине Да Ну Вот Мы уже В принципе И все Что хотели Осмотрели Не были Мы В Карпатах Не были Мы В Буковине Но это Там Внизу И Что-то У нас Мы И так Тут Поднимаемся Трудно Как-то Дорога К выходу Вот Поднялись Мы Эту Гору С Мельницами Отсюда Открывается Прекрасный Вид На Окрепности Мы Находимся На каком-то Холме На возвышенности Скажем так Но если У кого-то Будет желание Сюда Съездить И В принципе Даты Посещения Открыты Лучше Конечно Здесь Будет Летом Когда Все Зеленое Жарко Просто Будет Атмосфера Несбываемая Вот Наверху Мельницы Кругом Не хочу Снимать Вернее Хочу Но Тут солнце Как раз Низкое Вот Вердикт Такой Ну По поводу Этого места Маст И Обязательно Нужно Здесь Побывать Турысты Я имею ввиду Да Я смотрю Тут очень много Украинцев Местных Посмотреть Интересное Довольное место Вот так Сверху Открывается Вид Там Были Вот там Мы Харилочки Выпили Персовочки Вот Здесь Выход Вот там Выход Вот туда Мы Идем Ну Как бы Перевал Достигли мы Высшей Точки Сейчас Пойдем Вниз Ну Кстати Раз уж Нахожусь Здесь Давайте Посмотрим Какому Месту Относится Эта Церковь Харьковская Область Ветряк 1907 Год Да Сейчас Со стороны Покажу Что там Смотреть В корень Если Можно Посмотреть Вот Так Вот В Харьковщине Вот такие Ветряки Были Красота Красота Так Хочется Жить Вот Видишь Как Такие Просторы Чувствуют Что Не зря Ты Живешь На земле Нашей Грешной Ну Пойдем Дальше Нарвати Не топтати Квити Траву Квити Траву Ну Это К чему Нарвати Не топтати К тому Что Мы Из точки А Вернулись Точку А То есть Откуда Начали Нашу Сегодняшую Прогулку По Национальному Музею Народной Архитектуры Вот Мы Туда И Вышли И Следовательно Хотелось Как-то Плавно Закруглить Эту Тему Вот Еще раз Посмотрите На Карту Украины Вот Посмотрите Внимательно Здесь Есть Все Ну То Есть Как Б Понятно Уже Темнеет Наверное Какие-то Натурные Съемки Делать Не буду Если Может Где-то В помещении Что-то Сниму Я не знаю Пока Плана Мы Сейчас Поедем К нашей Хате К нашему Месту Расположение Местерасположение Такси Опять Через Приложение Обол Закажу Ну А там Посмотрим Что получится У нас Еще Будет Мы Не последний День В Киеве Вот Что-то Будет Интересное Заходите На мой канал Смотрите Видео Ну По крайней Мере Что-то Увидите Погуляйте Вместе С нами А я Со своей Стороны Стараюсь Просто Передать Атмосферу Тех Мест Где Гуляю Сам То есть С другой Стороны Вы Видите Не То Что Здесь Есть Все Там Я не знаю То Что Мне Наверное Интересно То И Соответственно Вам Это Показываю Ну До встречи На новые прогулки Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры